Пойдем со мной. Здесь и начнем. Всем приветики, доброе утро. Сегодня я расскажу о своем регулярном уходе, о том, что я наношу каждый день. Но первым делом чистим зубы. Все соматологи говорят, вот это не работает. И чистить надо не столько зубы, сколько десны, выметающими вот такими движениями. У меня зубная щетка, но это прям Rolls-Royce среди зубных щеток. Это Philips, вы ее уже видели, с технологией Sonicare. Сейчас про нее расскажу. Это версия Diamond Clean Smart. Умная зубная щетка, которая передает всю информацию мне в приложении, рассказывает о том, реально хорошо ли я почистила зубы. Плюс у нее дизайн, я люблю все красивое. Она очень легко складывается в специальный кофр. И этот кофр заряжает эту щетку. Также приложение показывает, когда нужно менять саму вот эту насадочку. Но в целом, самое главное, как раз таки, это технология. Технология Sonicare, которая выметающее воздействие дает на тесны и на налет. И это как раз таки является самым правильным способом чистки зубов. Если посмотрели ассортимент этих щеток, в Philips есть огромное количество вариаций этих щеток. С разным комплектом аксессуаров, с разным дизайном. Попроще, покруче. И вот самая крутая у меня. По зубной пасте у меня Marvis. Она белевая, она очень мягкая, в клевом дизайне. Таком, немножко винтажный. Я люблю все эти тюбики, как вы знаете. Итак, важное правило с электрической зубной щеткой. Чистить зубы закрытым ртом. Иначе вот это все будет в вашей зубной пасте. Так что сделаем это молча. Диана. Мистер Котт, выгоню всех. Нам надо душить. Первая вещь, которую я должна показать, это маска. Это продукт месяца или года 2020. Это Элемис. Я в него влюбилась. Он уже почти пустой. Это реально вещь. Очень легкое бронзирующее средство. Крем сам по себе увлажняющий, он очень вкусно пахнет. И постепенно проявляется как очень-очень легкий автозагар. И нет никаких пятен, и нет загара вот очень жесткого. А просто получается, что кожа такая немножко, такая чуть-чуть, как будто бы вы подзагорели. Очень круто. Я его причем мажу на тело и на лицо после увлажняющего крема. Мне очень нравится и очень пахнет вкусно какими-то цветочками. Вот это продукт года. Оскар. Еще кофе и иду рассказывать про кремики, тоники и масочки. Сделаем сегодня две маски. Одни из любимейших продуктов. Это старинка, это новинка. Ультрафейшил. Это ночная вообще маска, но я очень люблю делать ее и днем, потому что после нее кожа такой имеет прям запас увлажнения просто на целый день. Очень классно ложится макияж, не пересыхает. Кожа выглядит очень такой с влажным финишем естественным и очень свежим. И зона вокруг глаз. Маска на основе сыворотки Женифик Ланком очень известная. Огромная, гидрогелевая на пол лица. Маска очень щедро пропитана сывороткой. Я на самом деле вот так по утрам, когда ее налепляю, она лежит у меня в холодильнике, поэтому она холодная. С утра это особенно приятно. Я вот так читаю. Это маска для чтения. Маска женщины-кошки, если бы у нее маска была беленькая. Мяу. Женифик это довольно известная сыворотка в Ланком, потому что у нее очень сильные антиэнджинговые свойства, пробиотики и все такое. Она очень хорошо разглаживает, почему-то очень быстро. Я нанесу еще сразу увлажняющую маску, чтобы все это дело вместе работало. Я наношу все маски кистью. Когда маска вот такая гелевая, похожая на крем, очень часто мы начинаем ее втирать и брать слишком мало. Это не очень хорошо для маски. Она работает именно на поверхности достаточно густым слоем. На шею обязательно нанесем, потому что шея страдает в первую очередь. Если ей не хватает увлажнения, она начинает терять тонус. Не шея, а кожа на шею. И потом очень сложно ее восстановить. Так вот, это маска ночная. Заночка, я считаю, супер круто восстанавливает кожу. Как я уже сказала, мне очень нравится ее использовать и как дневную маску, для того, чтобы быстро увлажнить кожу и такой получить очень конкретный экспресс-эффект. Ждемся. Ну что, я маску отлепила. Я не смываю маску увлажняющую, если ее можно не смывать. И после этого дорабатываю уход термальной водой. Урьяш, это самая моя любимая термальная вода. Лично мой еще один Оскар термальным водичком. Я заменяю ей, по сути, умывание. То есть вам любой этап, связанный с водой и умыванием, смывание маски, смывание пилинга, можно заменить термальной водой. Это намного эффективнее, потому что водопроводная вода, очень сушит кожу. Я очень сильно заливаю, 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 заливаю. И полотенцем вытираю, так же, как после умывания. Вот, дополнительное увлажнение, действие маски мы не портим. И восстанавливаем пиаж, что самое важное, потому что пиаж воды 7. Это достаточно, ну, как-то нейтральная среда, но для впитываемости крема и для ухода за кожей эта среда не совсем подходит, потому что пиаж кожи 5,5. То есть это слабокислая среда. И получается, что крем высыхает на поверхности и не так хорошо впитывается. Вот чтобы изменить пиаж, понизить его и сделать ту самую слабокислую среду, очень круто подходит термальная вода и, конечно же, тоник. Его сейчас и будем наносить. Про тоники Эрбариан я уже где только не рассказала во всех прямых эвирах в видео, и когда тоники участвовали в коробках Рыгенобокс. Вот это линейка с женщинем. Она антиэйчинговая. И вообще в Корее женщин – это вот прям чудо-средство. То есть оно от всего. От болезни, от плохого настроения, от упадка сил, если не выспался женщин, если не разделенная любовь – женщин. Хочешь кофе, а кофе под рукой нет – женщин. Сверху, внутрь, пить, есть, как угодно. Чем больше вы протираете таким тоником, тем больше эффекта вы получаете. То есть можете протирать им сколько угодно. Вот в Корее модно протирать 7 раз. Вы посмотрите по результату. Если вы хотите пройти, например, уход Эрбариант курсом, то если вы начинаете, то сначала используйте прям реально раз по 7. То есть это 7 новых ватных дисков. Недельку так поиспользуйте, тоник с утра и вечера, вы увидите, что кожа реально начнет светиться. То есть она становится более гладкая, она становится ровная, она становится такая напитанная, тусклость уходит. Потом постепенно можно будет снижать. Вот я уже 2 раза протираю, мне достаточно, потому что нет шелушений, нет ощущения какой-то вот неровности на поверхности. Кожа гладкая, кожа чувствуется хорошо, можно не перегружать. Крем тоже из женщин линейки. Наношу его просто такими легкими достаточно движениями, его не обязательно разогревать, и очень легко впитывается. На шею обязательно, на зону декольте. И я немножечко подработаю камушком гуаша. Чуть-чуть поподтягиваем лицо наверх. То же самое с этой стороной. Всей пластинкой от носа наверх. Не обязательно давить, не обязательно прям переставлять мышцы себе. Можно просто погладить, потому что это будет тоже хороший лимподренажный эффект. С утра это прям классно работает. Такого легкого массажа мне более чем хватает. Классно то, что за это время полностью успевает впитаться крем. Я вот так его еще ручками прижимаю, заодно и проверяю, весь день он впитался. И могу наносить уже макияж легкий. Фиксит спрей на все лицо в качестве легкого увлажняющего праймера. И поскольку это мой базовый макияж дневной, я использую CC крем. На лето это максимально комфортная для меня текстура, максимально удобная, плюс SPF. У меня CC крем, это тоже арбариан в оттенке Клэр. CC крем имеет такой немножко влажный финиш. Он выглядит как крем, но проявляется потом тональным оттенком. Наносится таким вот очень простым образом. И он подстраивается под кожу. Вот он на мне выглядит вполне натурально естественно. Мне чем нравится, что кожа вообще не выглядит затонированной. Легкую коррекцию лица сделаю с помощью конкрита этот чеснот оттенок, который чаще всего использую именно в повседневном макияже. Сразу чуть-чуть затемняю верхнее веко в районе складки. Но я делаю это уже достаточно бегло, потому что в целом у меня хороший опыт. Я могу брать, например, больше конкрита, потому что он очень легко растушевывается. Чеснот это с легкой краснотой, как вы знаете уже из моих уроков оттенок. Поэтому он дает такой еще эффект бронзера. Эффект легкого загара. Возьму кисть поменьше, выделю внешний уголок глаз. Я на вот этот свой базовый ежедневный макияж трачу, не знаю, мне кажется, 5 минут от силы. Двумя продуктами, как правило, делаю. Ну, тремя. Чуть-чуть пробегусь по контуру, ближе к ресничному краю. И по нижнему контуру. Очень легкими движениями, просто между ресничек чуть-чуть расставлю этот цвет, чтобы глаз был выделен. Остатками я оформлю губы, сделаю контур чуть-чуть побольше. И немножко растушевываю, чтобы он не был такой яркий. Дальше. Оттенок пич в качестве румянца и на губы. Губы сразу накрасим поярче. Возьму аппликатор и прям аппликатором нанесу цвет достаточно плотно. Я делаю такой немножко серфовый румянец на щечки, чуть-чуть вот сюда на носик, на верхнее веко, немножко даже сюда на боковой поверхности лба. И выделяю центральный треугольничек стиком. Я делаю это всегда очень быстро. Вот я вам как показываю, так и делаю на самом деле. Растушевываю. Иногда пальцем, иногда кистью. Но на самом деле мне здесь всегда важна скорость. Я очень быстро крашусь. И поэтому я беру то, что под рукой. Причешем брови. Зафиксируем их гелем. Пускай гель пока сохнет. Мы потом между волосками дорисуем еще дополнительно волосков. Пока накрасим реснички. Я подкручу. Тушь Lancome Hypnose. У меня ощущение какой-то ностальгии. Lancome Hypnose тушь, которую я пользовалась. Вот когда она вышла, а мне кажется мне было тогда лет 18-19, я ее пользовалась очень долго. Я на нее копила. Это тушь, которая очень классная. Делает объем на ресничках, раскладывает их. Я вот, например, чуть-чуть оттяну их к мискам. Далее наша новиночка. Это металлизированный пигмент. 100% в оттенке шампань. Нанесу его на скулы очень мягкой кистью. Сюда же на спинку носа. Галочка над верхней губой. Чуть-чуть на подбородок. На ключицы обязательно. На подвижное веко. Сейчас в солнечном свете такой блеск. Он прям очень круто смотрится на коже. А чтобы в центральной части лица блеск не был слишком ярким, мы создадим как раз-таки свечение изнутри еще сильнее. Я сверху немножко заматирую. Fixed Powder. Это отматирующая пудра. Той же кистью. И получится, что мы не убьем блеск, а мы его вот в этой центральной части сделаем просто немножко. Как будто бы кожа матовая, но светится изнутри. Ну и все. Нам остались только брови. Они уже стали такие более пластичные. За счет того, что мы нанесли на них гель. Я возьму конкрет-топ, которым я все время крашу свои бровушки. И шустренько в промежутках между своими волосками дорисую дополнительно. Ну, осталось немножко досушить волосы, выпить еще кофейку, и я готова. Ну что, спасибо большое за внимание. Это был мой актуальный ежедневный уход, ежедневный макияж. Это реально то, что я сейчас вот в эти дни делаю каждый день. Я очень много пробую нового, но это профессиональная деятельность моя. Уже меня воспитало в том, чтобы постоянно пробовать новинки. Но вообще, в целом, я сторонник того, чтобы не приобретать слишком большое количество продуктов, а вымазывать то, что есть, если оно подходит, и только потом переходить к новому. Не копить косметику, а кайфовать от того, что у вас закончилась какая-то банка. Заканчивайте свои банки, пробуйте какие-нибудь новинки, потому что всегда можно найти средство более эффективное, интересное, более прогрессивное, в конце концов. Потому что рынок очень быстро меняется, очень много всего появляется клевого. Всем, в общем, доброго утра, а я побежала делать великие дела. Всех целую, всем пока! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты сильная мистер, кто-то-то закинула. Можешь суден поднимать. Субтитры сделал DimaTorzok